Обалдеть-то некогда! Обалдеть-то некогда! Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, не петь охота! А за кружок порисоваю, тоже все голосовали! Для бывшего библиотекаря Оксаны Сергеевой стихи «Огни и Барто» открылись с другой стороны. Пациентка Самарской психиатрической больницы активно идет на поправку, помогает в этом работа в театре «Счастливый случай». Это очень нелегко играть детей и для детей. Я теперь понимаю, что и стихи писать тоже для детей не очень легко. Труднее, мне кажется, чем для взрослых, потому что это, понимаете, особая аудитория. Это такая аудитория, которая принимает все сразу, на веру. И эту веру главное не разбить. Вера в детскую сказку подкреплена пусть и скромными, но умело сделанными декорациями. Дело было вечером, делать было нечего. А из нашего окна «Площадь красная видна» спектакль по мотивам стихов «Огни и Барто» и Сергея Михалкова поставили в театре «Счастливый случай». Здесь есть и полицейский, и мишка 70-го года, которого артисты принесли из дома. Дочка актеров Лиза тоже приняла участие в оформлении спектакля. Подарила театру любимую куклу. Ей было тяжело, когда я сказала, говорит, давай, она фактурная, отдадим ее в спектакль. И Лиза так сразу, и жалко, как же с ней расставаться. А потом говорит, нет, для спектакля – да, конечно. Еще один актер театра Алексей до глубины души благодарен Галине и Олегу Беловым, что дали возможность проявить свой талант. Говорит, театр стал для него отдушиной. Когда времени нет на подготовку, а когда есть время, можно подготовиться. В течение дня, в любое время, сутки, днем и ночью можно прочитать свой текст и также, я не знаю, помочь другу, если он рядом с тобой. Тема детства возникла не случайно. Время диктует свои условия. Да и вообще взрослым ведь тоже иногда хочется вернуться в то время, когда они были беззаботными. Когда за 40 переваливает возраст, и ты все чаще и чаще начинаешь вспоминать детство. То есть ты начинаешь запахи вспоминать, ты начинаешь – снег вот пошел. Вот сегодня я вспомнила, как меня на санях в тулупе везли. И вот прям вот до запаха, да, вот этого. Счастливый случай – театр, в котором сбываются мечты. Заслуженный артист Олег Белов один за одним ставит спектакли с пациентами Самарской психиатрической больницы. Счастье в том, говорит артист, что текучка большая. Благодаря арт-терапии люди выздоравливают и выходят в реальную жизнь. Сегодня на сцене он по необходимости подменяет заболевшего актера. Мне неудобно, конечно, сидеть на сцене и руководить, смотреть. Мне нужно странно видеть все. Я потому что отвлекаюсь на то, я сосредотачиваться начинаю на актерстве, а мне нужно видеть картинку. Текст и географию режиссер постановки знает за каждого персонажа и в каждом спектакле. «Здравствуй, детство» – уже пятая работа. Когда Олег Белов узнал, что в больнице есть детское отделение, решил, нужно делать спектакль для них. Все прошли через это, все прошли через детство. И поэтому это та ностальгия, которая, я говорю, от детства, какой бы ни было, голодная, тяжелая, всегда будет самой лучшей порой. У нас есть уникальная возможность продлить детство. И мало того, что нас за это не осудят, а люди, наоборот, нас будут за это благодарить. Поэтому, я говорю, кайфуйте. Неоценимую пользу арт-терапии трудно переоценить. Врачи говорят, театр для выздоравливающих пациентов лучше всяких лекарств. На сцене они раскрепощаются и могут пережить те эмоции, которых недостает в реальной жизни. Это самооценка. Она у любого человека, чем бы ты ни болел, самооценка твоя начинает страдать, потому что возникают ограничения сначала. И необходимо эти ограничения принять. А дальше уже есть возможность увидеть, что ты можешь, оказывается, несколько больше, чем ты думал. После репетиции традиционное чаепитие. Счастливый случай – это друзья, которые удачно совмещают приятное и полезное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА